всем доброго времени суток продолжаем разбираться с чертежами в первом видео я рассказал об основных моментах на которые нужно обратить внимание и в этом видео расскажу уже о том как сделать саму раскладку в первую очередь нам нужно очертить границы листа размер мы уточнили у резчиков теперь начертим прямоугольник в этих размерах для этого выбираем инструмент рисование многоугольников выберем прямоугольник заданными размерами и зададим размеры как было в моем случае это 900 на 1200 и выберем базовую точку не середину а слева внизу на поле есть вот такой крестик красный который обозначает точку с координатами 0 0 вот мы и вставим с этой точки мы можем еще один прямоугольник поставить но нам это не надо поэтому нажимаем escape чтобы выйти из режима рисования теперь смасштабируем чертеж так чтоб нам было видно нам были видны все границы для этого воспользуемся кнопочкой масштаба авто и вот границы нашего листа теперь в этих границах мы будем делать раскладку для того чтобы вставить какую-то деталь мы выбираем в меню файл импорт и выбираем чертеж нужной нам детали давайте рассмотрим на примере поворотного модуля начнем сверху располагаем его на чертеже здесь есть привязка которая прижимает краю листа но либо какому-то предмету можно ей пользоваться можно просто поставить где-то рядышком можно поставить сразу сколько нам нужно элементов давайте поставим еще второй и для выхода опять нажимаем escape как я уже говорил можно удалить ненужные линии для этого нужно выделить те объекты которые нужно удалить делается это при помощи мышки если нужно выделить несколько объектов то держим shift и выделяем эти объекты и дальше опять либо через меню правка удалить либо в панели инструментов воспользуемся вот этой кнопочкой удалить также элементы можно выделять еще двумя способами выделяя целые фрагменты если мы потянем слева направо видите что рамочка идет сплошной линии если же мы будем тянуть справа налево рамочка будет у нас пунктирная в чем разница такого таких методов выделения если мы тянем слева направо то выделиться только те объекты которые попали зону выделения целиком вот например выделю вот так у нас попала целиком только одна линия и она соответственно только и выделилась если же мы тянем справа налево то выделится все объекты которые хотя бы чуть-чуть попали в зону выделения и так боковины мы вернее вверх мы вставили теперь добавим фланцы опять идем в меню файл импорт выбираем фланцы с вырезом и вставляем их наш чертеж нам их нужно будет по два для каждого верха и остается добавить сюда еще боковины добавим боковины и усилители теперь можно более компактно расположить детали вот в этой части находится элементы масштабирования при помощи которых можно приближать либо удалять чертеж смасштабировать чтобы он целиком влез на экран и при помощи вот этой лупы увеличить по выделению если мы выделим вот такой фрагмент у нас он увеличится до этого фрагмента чтобы продолжить работу нужно эту кнопочку отключить и сделать можно это при помощи клика вот верхнем углу по стрелочке и чтобы у нас опять курсор работал как выделение вы видите что на поле есть вот такие точечки которые расположены на определенном расстоянии при увеличении масштаба они меняют расстояние между этими расстояние между этими точками также изменяется координаты можно посмотреть в правом левом нижнем углу где находится курсор вот допустим я подвожу к одной точке у нас расстояние координата по оси y 550 миллиметров если сейчас подведу к этой 560 то есть расстояние между точками сейчас вот они на линейке также есть 10 миллиметров это полезно когда вы будете расставлять детали чтобы знать какое расстояние между деталями у вас осталось для того чтобы более компактно расположить детали их можно передвигать для этого выделяем деталь которую нам нужно передвинуть в меню изменения выбираем сдвиг копирование выделяем точку относительно которой мы будем перемещать чертеж и начинаем двигать на вот таким красным контуром выделено где мы ее тащим вот поставим на вкус и вот в эту позицию при этом нас спросит что делать с оригиналом поскольку мы не копируем передвигаем мы оставляем удалить оригинал нажимаем окей все деталь мы переместили также по на возможно понадобится детали поворачивать для этого точно также мы выбираем деталь которую нам нужно повернуть в меню изменения выбираем поворот указываем точку относительно которой мы будем поворачивать указываем угол на который нам нужно повернуть если нужно повернуть против часовой стрелки то это положительное число если по часовой стрелке то отрицательное и также отмечаем удалить оригинал и вот деталь наша повернулась таким образом компонуете все чертежи сохраняете каждый лист в отдельном файле и после этого можно передавать уже резчиком я показал основные приемы работы с программы qcat конечно могут у вас и другие какие-то нюансы возникнуть спрашивайте в комментариях с удовольствием отвечу подскажу надеюсь основной информации вам будет достаточно для того чтобы сделать чертежи спасибо за просмотр пока пока